Здесь поставить стол, завтракать, набирать. Аллея тенистая, ведущая прямо в дом. Уже вижу на каждом цене, цене. Порт-зал свой собственный, представляете? Стоимость дома намного залижена. Дом в пречистовой отделке на 3,5 сотках земли, 130 квадратов. Цена у него 5,5 миллионов. Находимся мы в поселке Знаменской. Сейчас будем смотреть дом 130 квадратов плюс порядка 20 квадратов терраса. Крытая. И участок тут 4 сотки. Собака нас прям... Обожает. Ее смущаем, да, сильно. Заходите. А цена, я же вам не сказал цена, да? Цена-то я вам не сказал. Я угадаю. Цена 9. Ну где-то по... Нет, цена побольше. Здесь 11 миллионов. Но поторгуются. И если уж сильно захотеть, за 10 точно отдадут. Нет, территория-то полностью облагорожена. Семеные туи стоят. Это вот как вы любите туи. Да, туи вдоль забора. Зимний сад. Да, зимний сад, как я называю. Ну что, пойдем в дом? Тут, в принципе, подвору-то особо-то не разгуляешься. Как бы, 4 сотки, да? Тут все самое интересное тут внутри. Добро пожаловать. Я понимаю, что дом вам всем понравится. Но единственное, он не совсем подойдет к вашей семье, потому что здесь всего две спальни. То есть, одна детская. Ну, это для семьи, у которой... Один ребенок. Один ребенок, да. Либо, знаешь как... Либо ребенок и совсем маленький ребенок. Вот такой вариант. Здесь вообще жила семейная пара. Сейчас они перебрались на море. Там сделали себе гостиницу. И у них там гостиничный бизнес. И, соответственно, там же проживают. Здесь входная дверь. И мы попадаем сразу. Получается, прихожая, гостиная. Да. Ну, здесь как бы сэкономили пространство, чтобы не мельтешить, да? И чтобы все смотрелось просторно. Сделали. Очень красиво. То есть, зону отградили с диваном. Нет, все как... В светлых, спокойных тонах. Все со вкусом. Мебель тоже хорошая, дорогая. Все, что вы видите в этом доме, остается абсолютно все. Абсолютно. Вот телевизоры, кухонная техника, комнаная лестница, шкафчики, да? То есть, каждый сантиметр пространства использован полностью. А это вот как раз та самая... Пылесосная. Да. Санузел первого этажа. То есть, обрати внимание на плитку, да, какая она хорошая? Да. Вот. Ну, и сантехника, и все остальное тоже. Все очень добротно, все на уровне. Кухня такая тебе нравится? Угу. Вот такая. Это вообще мечта. Да. А посмотри, какая это. Ух ты, я здесь выплав готовил. Ух ты, другой тут прям твой ютуб. Как он он называется? Казан. Казан. Все пять плиток сразу включить, да? Я люблю, чтобы кухня была не огромная, в смысле пространство не огромное. Вот особенно столешница, то есть, вот тут достаточно места. Когда там еще 10 метров, да, то есть, это уже... А здесь еще и остров к тебе, да? А тут еще островок такой, да. И мне нравится вот этот потолок. Прям, прям, прям. Ну, то есть, слегка Франция, то есть, такой вот. Здесь, брати внимание, на фреску, как еще вот сделано. Смотри, тут у меня есть же фреска. Да, классная фреска. А это, то есть, она вся фактурная. Она вот как, если вот смотреть вот с этого места, она выглядит 3D, как будто она вглубь туда уходит. Здорово, Алиса? Ага. И освещение, получается, здесь не ярко. Но она точечная. Да, да, да. Кухня такая романтичная. Смотри, какая-то кухня. Там две пиццы входят. Две сразу. Получается ту пицца. Да. Ту пицца. У нас здесь еще есть терраса, открытая. Зимой отопляемая, если захотеть. Ну, сейчас тут, естественно, выключено, да? Вот. А летом охлаждаемая. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Круто. Да, это супермангальная зона. И вот лето, они как бы в основном тут. А мы отсюда выглядываем. Ну что, пойдем на второй этаж, да, сходим? Да, пойдем. Ну, естественно, посудомойка, все дела, тут все встроено. Я еще раз повторяю, все, что в этом доме, все остается. Стоимость за 10 миллионов отдадут. 130 квадратов и 4 сотки земли. Ну, и так как дом был для двух человек, да? Вот. Вот, получается, у нас одна большая спальня и кабинет. Ну, кабинет можно спокойно под детскую переделать. Ну, так, начнем с гардеробной. Да. Начнем с гардеробной. Как тебе гардеробная? Ну, нормальная, стандартная, небольшая. Но все здесь уместится, мне кажется. Достаточно много. О, одежда. Одежда нет, одежда заберут. Это вот они, когда все, в принципе, приезжают сюда, смотрят при желании. Да, да. Санузел, ванная комната. Душ есть, душ. Вот, это отлично, когда есть и ванна. Вот она. И душ, какой он интересный, кстати. Обратите внимание. Наверное, точно на заказ сделано, потому что... Это пластик? Да. Да, это пластик. Вот тут интересно сделано. Вот там, посмотри, какой-то листик. Ну, вообще здорово. Ну, и двера аквины, это прям мечта. Утром не толпишься, почистил зубы. Давай быстрее. Это прям прям очень удобно. Ну, это кабинет. Вот наш директор. Да. Кабинет, кабинетище. Ух ты, любителям книжек-то. Это все остается. Да, все остается, да, посмотри. Ну, книжки, конечно, забираются. Ну, наверное, конечно. А остальное все вот это остается. Ну, я к тому, что кабинетные шкафы очень ценятся. И они очень хорошего качества тут все это. Смотри, какая люстра. Оригинальная, да? Слушайте, интересно как. То есть, здесь ничего такого вот дешевого вообще абсолютно нет. То есть, вся мебель, все это вещи. Да, это заметно. И со вкусом все очень сделано, помимо прочего. Можно завести дорогую мебель, но она будет бездумно стоять. Здесь все гармонично смотрится. Ну, и здесь же балкончик, чтобы выйти, да, утром попить кофейку. Слушай, ну, очень уютный дом. Очень, да. Если бы в этом доме было бы на две комнаты больше для Саши и для нашего кабинета, то я бы не задумываясь рассмотрела этот дом. Здесь ремонт прям соответствует вот для молодых таких вот нашего возраста. Там 25, 30, 40, наверное, 40 лет. Ну, я не знаю, я такие рамки поставила, ну, не знаю для чего. Ну, просто вот как бы мне очень этот дом импонирует. Сегодня это лучший дом вот по мне. Единственный момент, хотелось бы больше земли, какой-то участочек небольшой. Вот, но здесь это все компенсируется стоимостью. Коттеджный поселок Золотой город. Сейчас я вам тут покажу, что можно приобрести. Разбег цен идет примерно, начинается от 3,5 миллионов. Ну, и в зависимости от того, сколько вы себе захотите земли. Тут все вообще распродается только в стройку. Вот, потому что раскупают все еще на этапе строительства. Потому что, видишь, широкие дороги, хорошие улицы. Многие улицы уже заасфальтированы, застройщик асфальтирует. Мы уже приехали в коттеджный поселок Золотой город. Сразу могу сказать, да, вот этот дом, он не в продаже. Но, что можно купить за 7 миллионов в Золотом городе? Только в стройку. Если вы закажете стройку в Золотом городе, подождете примерно около полугода, вы получите вот такой дом, который мы сейчас будем снимать. Это будет вам 140 квадратов, 3-4 сотки земли. В зависимости от участка, да, где выбирать. Внутрянка дома блок, потом идет утеплитель пеноплекс и снаружи идет облицовочный силикатный кирпич. С мебелью и со всеми с ремонтом на свете 7 миллионов. Я правильно понимаю, что это один из лучших, оптимальных вариантов в Краснодаре в недорогом сегменте? В недорогом сегменте на сегодняшний день это самый лучший, самый раскупаемый коттеджный поселок. Сейчас от этого же застройщика еще будет уже открытой продажи в Изумрудном городе и будет то же самое аналогичное Золотому городу с другой стороны в районе улицы Российской и Петра Метальникова. Давайте пройдем, посмотрим. Проходите. А Таня уже замерзла. Здесь спокойно помещаются две машины. Входная группа. Пойдем в задний двор смотреть. Кстати, плитка, кондиционеры, все в эту стоимость ходило. Вот то, что это человеку обошлось именно на данном этапе. Я у него спрашивал, я говорю, сколько тебе обошлось? Что участвует? Это четыре сотки. И футбол можно поиграть, и баню поставить, и мангальную зону, и беседку, и деревья высадить. Все можно? Вот Миша себе и планирует поставить себе баню. Из отдела продаж все, если у кого-то была недвижимость в другом месте, они продали и купили себе здесь. Это как бы тоже показатель, да? Человек что продает, там и живет. Я бы тоже здесь хотел жить. Вот это мы заходим, это у нас холл получается. Налево отдельная большая комната. Прямо у нас санузел. Справа у нас получается кухня-гостиная. Ну что, начнем с кухни-гостиной? Давай начнем с кухни-гостиной и террасы. Вот это, еще раз повторюсь, все, те самые 7 миллионов, включая всю технику абсолютно. То есть человек ехал, покупатель, выбирал себе обои, выбирал себе какие светильники, что где как будет, а застройщик ему устанавливал все это. Вот, то есть пол, плитка, ламинат и все. Опять же, я говорю, это все уместилось в те самые 7 миллионов. 7 миллионов, да. Чтобы искать где-то вот в другом месте, да, в эти деньги, вот с таким вот качеством, с такой мебелью совсем на свете, мы нигде не найдем. А с точки зрения именно месторасположения удобно по отношению к городу? Земля ИЖС, газ центральный, город, что вот поселок Северный мы смотрели сегодня, да, за 14,5 миллионов. Это мы находимся через дорогу от того дома. Терраса. Ну, каждая была бы устраивая. А здесь что такое? Там кладовка. Кладовка. Это отдельная комната, кабинет, скажем так, хозяина дома, да. Он работает, хозяин работает на дому, и вот у него рабочее место. Но, опять же, когда мы приезжаем в гости, да, мы вот здесь на диванчике устанавливаемся. Это санузел первого этажа. Душ, это отлично. Ну, я думаю, что можно поставить тушку в воду, да? Не, ну, на первом там душ только поместится, ванна не поместится, а вот на втором ванна помещается. Идем дальше. Поднимаемся на второй этаж. Лестница не крутая, довольно удобная. Падать некуда, с детьми комфортно. Пол второго этажа. Здесь место для второго санузла. Еще пока не до конца он оборудован. Первая комната, да, детская. Они тут обе детские. И хозяйская спальня. Детская номер два. Ну, ты понимаешь, это игровая, а та спальня. Ну, да, это вторая комната. У них девочка маленькая, еще два с половиной года, скажем, три будет. Вот. Но в будущем это вторая детская. И хозяйская спальня. Большая. Тоже просторная. И семь миллионов. Всего семь миллионов. Включая все, за все. Ковер, шторы, шкафы, мебель, техника. Все на свете. Телевизоры новые абсолютно. Семь миллионов. Асфальтированный подъезд хороший. Плитка во дворе. Терраса у дома. Стоит задуматься, да, квартира или дом? Да. Вот, это к тому, что, да, за семь миллионов купить квартиру, ну, монолит, кирпич, да, она примерно так и будет стоить. Либо дом. Данный вариант по бюджету недорогой. Находится в отличном месте. Золотой город. Здесь, вот как нам сказали, да, выкупают и все хотят стремиться здесь купить участки. Плюс это дом. За эти деньги вы купите, можете купить квартиру, конечно, да, но вы будете в большой многоэтажке жить с большим количеством соседей. Искать парковочное место. Да, искать парковочное место, то есть, что хотел сказать. Или здесь, со своим парковочным месте, на свежем воздухе, с земельным участком, здесь есть все, что ты хочешь, сам спланировал. Ну, то есть, я не знаю, мне очень нравится. И всего 7 миллионов под ключ вместе с техникой, мебелью, ну, не знаю, вот такой, да, совсем на свете, вот такой вариант. Не, на самом деле, если дом поменьше, то можно купить и дешевле, да, то есть, тут разного формата. Есть небольшие дома, там, буквально 3 сотки, 80 квадратов, он при чистовой стоит 3 500, да, то есть, ну, исходя там, плюс даже тот же самый миллион туда положить, да, в 4 500 вам то же самое со всеми мебелью и техникой вам обойдется дом 80 квадратов на 3 сотках земли. И там будет все. А на 3 сотках тут даже умудряются баню ставить, вы можете посмотреть, кстати, у меня на канале это все есть, там описание, получается, обходится 4,5 миллиона под ключ, дом 80 квадратов в этом же золотом городе. Подписывайтесь на канал Александра, он занимается исключительно домами в городе Краснодар. Только дома, дома и только дома. Ну, и в принципе, работаю по всем районам города. Но вот, даже вот если у меня начать про квартиры спрашивать, я вам ничего не ответил, но зато вы спросите, если у нас касаемо дома, из чего, как, что, где построено, где лучше брать, где не брать. Я вам расскажу все от и до, включая где какая школа, сколько до нее идти, вот, и где лучше брать дом, где хуже брать. И в зависимости именно берут для вас.